МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Сроки вновь сдвинулись, когда доделают крышу на сгоревшем еще летом доме на Северном Власихинском. В одиночку против гостиничного комплекса оставить зеленый сквер на Сахарова в покое, предлагает жительница Барнаула. Его можно назвать героем. Барнаулец самостоятельно заделывает дыры в асфальте в дворах. Они горели, их топило, теперь боятся замерзнуть. Работы по восстановлению сгоревшей крыши на Северном Власихинском 60 должны были завершить еще на прошлой неделе. Но утеплитель до сих пор не положили. Хотя в ночное время температура за окнами опускалась уже до минус 10. Так когда ремонт закончат, выяснял Андрей Дреер. Летом в доме номер 60 на Северном Власихинском крыша сгорела полностью. Город выделил 11 миллионов из резервного фонда. А подрядчик должен был завершить работы уже к 1 октября. И действительно, задача номер один спасти нас от дождя, эта задача выполнена. Но если мы поднимемся на крышу, то мы на крышу увидим, что шлак до сегодняшнего дня не убран. Работы затянулись, потому что шлака оказалось больше, чем предполагали подрядчики. Он остался влажным от воды пожарных расчетов и осадков. Для того и оставили впитывать воду, чтобы не пошла в квартиры. Но если не убрать сейчас, шлак, по словам жителей, моментально промерзнет. А за ним и потолки. Но это еще не все проблемы. Если карниза не будет, то она вот там вот такая вот отверстие будет. И мы понимаем, что снег, ветер, он может сюда залетать. И здесь опять все мокрое будет. Завершить работы 1 октября, как планировали изначально, не удалось. 4 октября на встрече с журналистами и жильцами власти и подрядчик пообещали закончить через две недели. То есть в середине октября. Хотя работы и сейчас много. Нужно выносить мешки шлака, укладывать утеплитель, закреплять ветровые доски. Ремонт, кстати, не оставляют. На крыше мы встретили рабочих и даже обсудили сроки. А долго еще осталось? По объему примерно. По объему? Ну как вам сказать, я не знаю. Может еще неделю. Постоянно у вас работы идут? Да. Заказчик работы администрация города согласилась уже с этим прогнозом. С субботы начали завозить уже утеплитель, так как шлак практически уже удален. И в настоящее время параллельно будут вестись работы, связанные с завершением удаления шлака старого утеплителя, с укладкой нового утеплителя. Работу подрядная организация планирует устранить по их заверению до конца текущего месяца. До конца октября? Да. По словам чиновников, работы оказалось больше, чем считали изначально. Но это не причина продлевать сроки. Поэтому по закону о закупках подрядчик заплатит штраф за то, что затянул ремонт на месяц. Если не успеет, теперь платить придется и жильцам. Промерзшими стенами, сыростью, грибком в квартирах. Андрей Дреер, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком. А вот заплатить за появление нового гостиничного комплекса в Барнауле горожанам придется сквером. на площади Сахарова. Заступиться за зеленую зону накануне вышла жительница краевой столицы. Пикет был одиночным. Татьяна Труфанова на плакате написала «Оставьте сквер». Напомню, месяц назад стало известно о планах построить на этом участке крупный гостиничный комплекс «Рэдисон». А на прошлой неделе состоялся первый круглый стол с участием застройщика, где уже представили макет объекта. Согласно ему, гостиница займет, конечно, большую часть зеленой зоны, а от сквера останется несколько деревьев. Своим пикетом жительница Барнаула попыталась вынести обсуждение этой проблемы из соцсетей в реальную жизнь. Свой поступок называет отчаянием. Татьяна рассказывает, что прохожие рассматривали ее плакат, но быстро уходили, когда она предлагала присоединиться. Нас долгое время убеждают, что от нас ничего не зависит. И главная мысль, которую пытаются донести читатели разных ресурсов, за вас все решили. Ни друзей, ни родных не агитирую. Я вообще никого не агитирую. Вот прям так, чтобы выходить рядом со мной, это исключительно мое личное мнение. Я только говорю о том, что если вы хотите, я могу вам. Вот отстаю свое время и передам свой плакат. Кстати, женщина написала еще один пост. Она показала территорию рядом со своим домом и написала, что посмотреть на их яблони, березы и сирень приходит много жителей. И если людям важна даже такая мелочь, что ухоженный и большой сквер на Сахарова, несомненно, должен остаться нетронутым. Сегодня мы спросили, готовы ли барнаульцы поддержать мнение жительницы города, которая решила организовать одиночный пикет. И надо сказать, что единого мнения на этот счет не услышали. Вы бы лично пошли в защиту сквера? Ну, лично я, наверное, и не пошла бы, но я против того, чтобы построили здесь гостиницу. Как тогда барнаульцам нужно выражать свое мнение, чтобы оно было услышано? Никто нас не услышал. К сожалению. Мне кажется, почему-то всем пофиг. Думаете? Думаю, потому что они как ходят, зомбики в телефонах. Их кроме телефона вообще ничего, по-моему, не интересует. А вы бы вот встали в пике? Не знаю. Может быть. Я не знаю ничего. То есть вы здесь мало бываете, да? Это не в списке ваших любимых объектов? Я не с этого района, поэтому я тут вообще не бываю. Всегда найдутся добровольцы, всегда найдутся те люди, которые будут защищать некоторые точки своего города. Ну, и не только точки. Я думаю, что да. А что нужно для того, чтобы люди пошли? Агитировать, агитировать нужно. Агитировать? Да. Все возможно. Сейчас интернет же... Я обожаю наши скверы. Они очень красивые, и они украшают наш город. Неужели все нужно только в зданиях какие-то? Хочется и дышать еще чем-то. То есть вы бы не побоялись и вышли? Не побоялась. А когда планируете выйти? Если я узнаю, что как-то организованно, я выйду. Продолжим. Отремонтированные дороги все чаще становятся причиной ДТП. Ровное покрытие вызывает желание погонять. Есть уже печальная статистика. Как с этим бороться, говорили сегодня в правительстве региона. Здесь подводили итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». 5 миллиардов 600 миллионов рублей. Почти треть направили на ремонт дорог Барнаула и Бейска. Отремонтированы мосты. Главный ремонт старого моста в Барнауле впереди. И здесь жителям придется потерпеть. Без закрытия движения не обойтись. Будем ремонтировать его там не 4 года, а 2. Там большое количество истокад. На истокадах нужно поменять большое количество балок. Пролетное строение совмещенной части. Все будет меняться с железобетонной на металлическую плиту. Поэтому работ предстоит очень много. А пока на отремонтированных дорогах идет диагностика. Оформляют гарантию до 4 лет. Подрядчикам, которые не успели закончить работы до 1 октября, грозят штрафом. Всего в крае в этом году реконструировали более 900 километров дорог. Дошли, говорят власти, наконец, даже до Камня-Наби. И по оценке федеральных экспертов, Барнаул вошел в топ-3 по состоянию дорог. Перед нами Тюмень и Казань. Правда, есть и другая сторона. Чем лучше дороги, тем выше, к сожалению, скоростной режим. У каждого, прежде всего, в голове должна появиться ментальность. Наверное, находясь на дороге, нужно понимать меру ответственности. А пока не у каждого. Меру ответственности теперь определяют правоохранители. Комсомольский. Вечер минувшего воскресенья. На нерегулируемом переходе сбиты сразу трое. Все доставлены в больницу. Заведено уголовное дело. Как говорится, благими намерениями. Аварийность на отремонтированных участках снижается, а тяжесть травм в ДТП увеличивается. И пешеходы здесь играют не последнюю роль. В темное время суток, без светоотражающих приборов, молодые люди, одев капюшон на голову и поставят наушники в уши, слушая музыку, выходят из-за кустов и идут через дорогу. Но никому легче не будет, если тебя собьют на пешеходном переходе. Сейчас на всех отремонтированных дорогах устанавливают приборы фото- и видеофиксации. В течение ближайших дней закончат участок в Николаевке, включат освещение, а до конца 2024 года обещают осветить 170 километров дорог. Ну, кстати, в нормальное состояние, по оценке властей, к примеру, в Барнауле, уже привели 65% дорог. В следующем обещают реконструировать еще пятую часть всех магистралей краевой столицы. Евгения Даровская, Николай Шелко. День с толком. Между тем, в Барнауле дороги, правда, во дворах делают вручную и в одиночку. В соцсетях появился пост благодарности мужчине, который заполняет дыры в асфальте и сооружает парковку. При этом обходится пара инструментов, а сами работы не стоят ни копейки. С новым, можно сказать, героем города познакомилась Анастасия Дороган. Молототик. Мастеров. И верхомки. И все. Набор юного дорожника на выходит реальная дорога. Аркадий Евтюшкин несколько лет заделывает дыры в асфальте во дворе дома своими руками. Исходный материал – бывший асфальт. Спросите, где он его берет. Во дворе его дома летом меняли теплотрассу, вскрыли дорогу. То, что должны были выбросить, мужчина выпросил себе. Ему еще и спасибо сказали. Мастером работаю, так сказать, найти общий язык. Экскаватором мне, так сказать, отгребали отдельно. Прямо вот эти вот пласты асфальта. Все куски просмотрены и разделены по качеству. И все. Вот и асфальт. Да, вот такой у нас асфальт. То есть это даже для вас брак? Да, это, так сказать, полный брак, значит, потому что он, так сказать, без битума. Вам какой асфальт чаще попадается? Плохой, конечно. Хотя этому плохому асфальту всего пара лет жалуется дворовый завхоз. Если нет асфальта, берет кирпич и говорит, получается красная дорожка. Кстати, Аркадий не дворник. Он специалист по обработке спутниковых данных в Алтгу. А вдохновили его в Калининграде, где он жил когда-то. Горожане сами сделали парковку, закрыв грязь. Только Аркадий, как истинный ученый, разработал свою технологию. На его счету уже 4 парковки на 5-7 машин и несколько заделанных ям. Под его кураторством пар домов и еще несколько просится. Работает мужчина рано утром или вечером, как сейчас, все в одиночку. Говорит, люди реагируют по-разному, но поддержка есть от бабушек и, конечно, владельцев машин. Ну, как счастлив. Или все равно как-то на работу ходите на эту работу? Нет, спортивная нагрузка. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Ну а теперь к реальным спортивным нагрузкам. Алтай Баскет в чемпионате России и Суперлигии 2-го дивизиона провел первые домашние игры. Выходные команда на своей площадке принимала Тамбов. Первую встречу наши выиграли. Как сложилась вторая и каковы перспективы Алтая Баскета в сезоне, знает Андрей Дриер. Трибуны поддерживают. После субботней победы от команды требовали закрепить успех. Видимо, такая ответственность сбивала. Игра началась негладко, но болельщикам надо отдать должное. Наша команда всегда впереди. Ну вот сегодняшняя игра как вам? Очень хорошая команда. Сейчас после перерыва попрем вперед. Вчера также, примерно, начинали. Чуть-чуть проигрывали, но потом сделали камбэк обратно. Было очень напряженно. Надеюсь, сегодня также будет все здорово и выиграть, ребята. Но, видимо, такой был день. Даже у фанатов не все получалось. Четвертый период. Алтай Баскет идет вперед с очень небольшим отрывом. Но у соперников какая-то невероятная реализация трехочковых. Но пока еще это не конец. Обиднее всего, что главный тамбовский снайпер Василий Гладышев. Четыре сезона отыгравший в Алтай Баскете. У него из десяти трехочковых бросков шесть в кольцо бывших коллег. Статистика почти как на тренировке. Да и по словам старшего тренера баскетовцев, наши не оказали должного сопротивления. Сегодня, наверное, не тамбов выиграл, а мы проиграли. Мы слишком много создали, особенно в защите, опций, которыми опытная команда тамбова, конечно, воспользовалась. Мы боремся внутри команды за организацию игры. И сегодня мне пришлось бороться как бы с игроками за организацию игры. Счет 65-77 в пользу гостей, хотя на субботней игре наши у тамбова победу забрали. Да и вообще идут по сезону неплохо, так что надежда есть. Взять реванш у тамбовцев, а может по окончанию сезона и место в тройке лидеров. Андрей Дривер, Николай Шилко. День с толком. Автомаркет Гараж организовал встречу своих постоянных клиентов с представителями двух известных японских производителей. Профикс и Аки Бона. С фирмами автомагазин работает уже не первый год, так что в гараже можно приобрести настоящие, а не поддельные японские моторные масла, колодки и не только. На таких встречах у автомобилистов Барнаула есть возможность задать любые интересующие их вопросы о японской продукции. На каждый профессионал из страны восходящего солнца дают обстоятельные ответы. За лучшие вопросы вручали подарки, аксессуары для автомобилей, моторное масло от производителей Японии и другие. Кстати, вся эта продукция в большом ассортименте представлена на полках гаража. Впрочем, Автомаркет готов предложить своим клиентам также разнообразные шины, диски, аккумуляторы, автокосметику. Даже для Японии это очень большой магазин, и здесь очень большой выбор товаров. Я рад, что наша продукция здесь тоже есть. Гости, один из которых в Барнауле впервые, рассказали, что японцы обычно предпочитают заключать долгосрочные контракты со своими партнерами. Поэтому с Автомаркетом Гараж надеются на дальнейшее сотрудничество. К тому же им понравился как город, так и люди, живущие здесь. В Сибири очень холодно, но у людей очень горячие сердца. Спасибо за это. На сегодня это все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе и в социальных сетях. Смотрите, подписывайтесь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok